Здравствуйте, ребята! Привет, друзья! В эфире программа для самых любопытных и любознательных Почемучкины и Следопыткины А ведем ее мы Маша Гладкова И Павел Тишков Сегодня наша программа в гостях Нижегородского музея геологии И нас встречает директор музея, заслуженный геолог России Юрий Сергеевич Рубцов Здесь так много экспонатов Юрий Сергеевич, как долго собиралась эта коллекция? Ну, эта коллекция собиралась несколько десятилетий А здание находится, которое построено в 1972 году Когда Средневоложское геологическое управление с Маяковки с улицы перешло сюда, на улицу Ванеева Здесь находится порядка 6000 образцов минералов, горных пород, фонистических остатков и растительных остатков И карты и всевозможные геологические профиля Юрий Сергеевич, а здесь есть именно Ваши находки? Да, есть, Маша Здесь находятся части скелетов динозавров, которые фосфатизированы Я проработал больше 20 лет на авиаско-камском месторождении фосфорита И вот среди фосфоритовых отложений очень много остатков динозавров, ихтиозавров Которые помещены в витриных соответствующих систем Юрий Сергеевич, а мне любопытно, как Вы стали геологом? Я в юности, когда я родом из Сергача, житель Сергача Первый раз посмотрел кинофильм, в котором показывали геологическую службу Советского Союза И меня это заинтересовало И кроме того, в нашем городе был геолог, профессор Казанского университета Наинский Михаил Эдуардович И вот это меня подтолкнуло сознанием, чтобы заняться геологическими исследованиями, изысканиями и прочее Юрий Сергеевич, мы догадываемся, в Вашей жизни было много экспедиций Какая Вам запомнилась больше всего? Больше всего, Маша, мне запомнилась моя длительная командировка Кировскую область на крупные месторождения Одно из крупнейших в европейской части Советского Союза Вятско-Камское месторождение желваково-фосфоритов Где я проработал около 20 лет Запомнились мне кировские комары, мошки-бложки, болота Крупнейшие болота рядом Было, по которым мы ползали, собирали клюкву и прочие грибы и так далее А больше всего, конечно, полюбил я желваки фосфоритовые Которых разведывал около миллиарда тонн, за что и получил звание заслуженного геолога Какие полезные ископаемые есть у нас в Нижегородской области? Среди полезных ископаемых Нижегородской области первое место можно сдать отложениям, образовавшихся в Пермский период Было крупное сильно засоленное море, которое дало нам каменную соль Разведано в 1975 году крупное месторождение каменной соли Белбашское в Кавернинском районе Кроме каменной соли в этот же период образовались сульфатные породы Которые являются полезным ископаемым как вяжущие, номер один практически Кроме того, в Пермский период, в Казанский век так называемый Образовалась значительная толща карбонатных отложений известняков и доломитов Известняки это состоящие из кальция, СО3 А доломитизированная пачка карбонатных пород уже с магнием Это сырье в основном является твердым полезным ископаемым, который идет на строительный щебень А может в недрах нашей Нижегородской земли есть драгоценный металл или даже алмазы? Да, в нашей Нижегородской области имеются алмазы Алмазы импактные, ударные В средний юрский период на нашу территорию Кавернинский район упало крупное космическое тело И те углерод, который находился в горных породах, превратился в алмазы Алмазы очень тонкие, размер их несколько долей карата И в основном они не ювелирные, а идут для технических целей Золото в нашей территории практически отсутствует Это рассыпное золото, которое доходит к нам с Прибалтики, с Карелии Оно приносит в основном ледниковые отложения, связанные с мареной И поэтому золота крупных содержаний у нас практически не имеется Кроме того, на нашей территории имеется крупный титан-цирконевый россыпь В Лукояновском районе, на границе с Гагенским районом Титан – это подводные лодки, ракеты и прочее И второй металл – это цирконий, жаростойкий металл Из которого строятся, делаются изделия жаростойкие А как же насчет нефти и угля? К сожалению, на нашей Нижегородской области нет месторождения ни каменного угля, ни нефти В этом музее мы видим кости мамонта Расскажите, как они попали в этот музей? Эти остатки мамонта, четвертичного млекопитающего Найдены в 70-х годах, когда мы разведали песчано-гравийные валунные месторождения На левом берегу реки Аки против Сормала На глубинах 20-30 метров среди песчано-отложений на алюве реки Волги Захоронено большое количество остатков мамонта Выбрана была около 1000 кубометров песчано-гравийной валунной массы И вот среди них были эти костные остатки, которые привезены в наш геологический музей Насколько я понимаю, это реконструкция того самого мамонта? Это реконструкция животного млекопитающего мамонта, который жил 80 тысяч лет назад Который изготовил ученик 6-го класса 73-й школы Денис Фарафонтов Я его пригласил на нашу встречу Денис, а сколько времени тебе потребовалось выполнить эту сложную работу? И из чего она сделана? На изготовление этой работы ушло примерно неделя Изготовлена она из скульптурного пластилина Тело я делал мамонта 3 дня Остальное время ушло на декорирование шерстью и снегом Получилось очень интересный макет Денис, а как ты начал заниматься палеонтологией? Как-то в 5 лет я посмотрел мультфильм про динозавров Мне очень понравилось Я начал рисовать динозавров, изготавливать макеты Спасибо маме за то, что она помогла мне с развитием этого интереса Денис, а кем ты собираешься стать? Я бы хотел связать свою жизнь с палеонтологией Я уже неоднократно был даже на раскопках животных Участвовал в препарации животных И мне бы хотелось стать палеонтологом Тем, который восстанавливает внешний облик вымерших животных Ты был в настоящей экспедиции? Да, был я в экспедиции на реке Вятки Три раза участвовал в раскопках Препарации вымерших животных данного региона В будущем мне бы хотелось изучить вымершую фауну нашего региона Спасибо, Денис, что поделился своими интересами с нами Я тебе даже немножко завидую А что еще интересного можно увидеть в вашем музее? В нашем музее можно еще увидеть поделочный камень Это поделочный гипс Существует Баруковская артель На южном берегу ветви пьяных Которая изготовляет поделки из гипса Мягкая, как говорится, резьба по камню И кроме того, существует значительное количество Мраморного оникса Который добывается сейчас на щебе Крупным и полезным ископаемым для наших жителей Нашей области является питьевая вода Которая содержится в недрах Южногорьковского месторождения подземных вод А находится это Южногорьковское месторождение На территории Виксу-Кулебаки До Первомайска И северный район города Арзамаса Интересно, какие еще тайны хранит наша земля? Так и хочется сделать свое открытие Да, побывав здесь, мне захотелось отправиться в настоящую экспедицию Да, ребята, на вашу жизнь еще в недрах нашей области Плохо изученной Можно найти много интересных вещей И одним из таких является слабое изучение рептилий мезозоя Которые на нашей территории широко развиты В отложениях северной части Нижегородской области И, кроме того, слабо еще изучены некоторые строительные материалы Да, нам есть еще о чем задуматься А на сегодня все До новых встреч До новых исследований и открытий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова